Казахстанским предприятиям проще заплатить штраф, чем обеспечить безопасность рабочих. Глава МЧС сегодня заявил, что Арселор Миттл Тимиртау не пугают денежные наказания. Поэтому министр призвал парламентариев усилить надзор, а депутаты ужесточить ответственность руководителей. Ардак Саидула расскажет, что нужно менять, чтобы люди не гибли на шахтах. Крупная авария на шахте Абайская сегодня стала главной темой в Сенате парламента. Депутаты полтора часа выясняли, почему погибают люди и как это предотвратить. А министру ЧС оставалось лишь признать факт, что добыча угля в нашей стране до сих пор остается высокоопасным занятием. Хотя в мире уже существуют безвредные современные технологии. Но закупать оборудование для обезвреживания того же метана в Арселор Миттл Тимиртау не торопится. Сенаторы приводят в пример штаты. Там переработанный газ даже приспособились использовать в быту. А наши инспекторы фиксируют самые элементарные нарушения. Так еще в мае выявили, что на Абайской не соблюдают правила дегазации. Потребовали приостановить деятельность шахты. Но компания тогда устранила недочеты. А пять месяцев спустя выброс 8 тысяч кубометров метана унес человеческие жизни. Санкции суммы налагаемых административных штрафов незначительны по отношению к проверяемым субъектам. Это приводит к нивелированию ответственности за их нарушения. На практике сложилась тенденция, что экономичнее заплатить административный штраф, нежели вкладывать средства с целью устранения нарушений. Глава МЧС предлагает усилить ответственность за нарушения. Да и проверки производственных объектов, где есть риски гибели людей, проводить не раз в год, а намного чаще. Сейчас о своем визите инспекторы должны уведомить за месяц. И зачастую к приходу проверяющих. Все выглядит вполне сносно. Мы предлагаем вернуться к тому, что инспектор имеет право в любое время посещать объект, не уведомляя заранее, не беря разрешение в прокуратуре. Потому что, к сожалению, имеются факты, когда идет и в том числе укрывательство происшествия, которое происходит на производстве, или нарушение технологического процесса. Минувшую аварию скрыть, конечно, не удалось бы. Взрыв произошел такой силой, что обвалилось 100 тонн горной массы. Сенаторы заявляют об устаревшем оборудовании, на котором работают шахтеры. Некоторым станкам уже 40 лет, и их пора утилизировать. Поэтому вопросов к руководству Арселор Миттл Тимиртау накопилось немало. Хотелось бы очень четко и ясно понять, что вы предпринимаете после всех этих аварий. Конкретные ваши действия, конкретно по авариям, по перспективам. И сейчас мы хотели бы поставить вопрос, кто, собственно, виноват в этих авариях. Сенаторы настаивают на уголовной ответственности, причем не рядовых сотрудников, а руководителей, ведь в 2008-м, когда на Абайской погибли 30 шахтеров, никого из Арселор Миттл так и не привлекли. Тогда компания отделалась щедрыми компенсациями семьям погибших. Ответить на вопрос о виновных представителей металлургического гиганта не смогли и в этот раз. Сейчас работает правительственная комиссия о том, что произошло, есть предварительные причины. Остальные все причины, виновные лица и меры по недопущению подобного в дальнейшем будут отражены в акте специального расследования. К слову, правительство уже обязало компанию увеличить инвестиции на обеспечение безопасности. Теперь руководству нужно отчитаться, каким образом это будет сделано. Говорить о подозреваемых и виновных в аварии пока еще рано. К примеру, в работе диспетчера, который следил за концентрацией метана, спасатели пока не видят ничего подозрительного. Датчики сработали и подача электричества была вовремя остановлена. Министр ПЧС сообщил, что точная причина взрыва с большой вероятностью будет известна к концу дня. Ордак Сагидула, Баглан Игликов, столичное бюро КТК.